Заберем все детали и довяжем недостающие. Давайте начнем. Берем нашу спинку и деталь нашего донышка. Будем сейчас их вместе связывать. И берем ниточку и крючок, естественно. Находим первую нашу отверстие для того, где у нас должна быть петелька, мы можем вставить сюда. У нас же количество петель одинаковое, что на спинке, что на донышке. И здесь тоже самое. Я переверну и вставляю в первую петельку, которая есть у нас здесь, на нашем донышке. Берем ниточку и просто соединительными столбиками мы будем все это дело сшивать. Первый я провяжу как положено в столбик, а уже все остальные у меня будут. Вот во второй столбик мы делаем просто соединительные столбики. Второй, третий и так далее. Просто соединительными столбиками связываем все и сшиваем. Так гораздо удобнее мне. Первая грузовичка иголкой сшивала. Мне было не так удобно, конечно же. И что хочу сказать, потом мы это все дело вывернем. Полностью сшиваю соединительными столбиками все детальки, а в конце у меня остается, когда уже последняя там сторона. Я это дело все выворачиваю, наполняю и зашиваю уже иголкой. Продолжайте сшивать все детали. Когда я сошью, я к вам присоединюсь, покажу, что у меня получилось. Вот смотрите, я связала крючком, как у меня получилось здесь, какой шов. Сейчас я все это выворачиваю, буду наполнять. Поправляем все уголочки обязательно, чтобы были ровные. Наполняем и здесь я буду зашивать уже иголочкой. Все, делаем. Все, кабину мы наполнили, сшили. Вот у меня шов ниточкой. Вот она у нас такая получилась. Сейчас делаем все то же самое с нашей второй частью. Это серая часть. Точно так все сшиваем и потом будем пришивать их вместе. Вот шила уже серая часть большую, точно так. Сейчас будем ее выворачивать, наполнять и зашивать ниточкой это отверстие, которое у нас осталось. И будем пришивать две части вместе. Вот я уже связала, наполнила. Вот здесь зашила иголкой вторую часть и будем их собирать вместе. Красная часть. Ее я сшиваю ниткой. Сейчас здесь поменяю на красную ниточку, сделаю, отрежу. Все сшивается ниткой, потому что крючком оно смотрится не очень красиво тогда, если сшивать крючком. Сшиваем и потом встречаемся, я покажу, что делаем дальше. Красную часть я связала вместе, сшила все. Вот такой прицеп кузов у нас получился. Сейчас мне нужно пришить серую часть и синюю и пришить сюда наш кузов. Для того, чтобы довязать, здесь еще под миллиметру я буду провязывать пару рядов, покажу вам потом, как я их закрепляю. Закрепляю и провязать здесь еще вверх красную часть прицепа, чтобы она шла немножко с нахлёстом на кабину. Давайте сейчас все пришьем и я вам покажу, сколько рядов, скажу, нужно будет довязать к красной части. Начинаем вязать колеса. Здесь у меня уже написана подробная схемка, как они вяжутся. Значит, вот они, кстати, я уже их связала. Четыре ряда у нас идет серая ниточка, та нить, которую мы вязали большую серую часть, этот цвет, и черная. Вот, что еще по колесам? Значит, первое колесо я провязываю, наполняю, закрываю все, вложу на весы. Сколько оно у меня весит? Значит, оно у меня весит 10 грамм. Значит, остальные колеса я тоже взвешиваю, чтобы они у меня были одинаковые по плотности, чтобы не было, что одно легкое воздушное такое, когда его не сжимаешь, а второе более забитое. Так, такой нюанс. Что еще? Вот у меня два колеса есть, которые не утянуты, а здесь уже сделана утяжка. Для этого берем иголку, серую ниточку, колесо наше, вот с этой, с обратной стороны, вводим нить, иголку по центру, выводим здесь по серединке, смотрим, оставляем кончик нити, какой вам нужен, и вводим здесь в соседний ряд, выводим с обратной стороны, где вам там получится непринципиально. Так, и еще раз. Заводим и выводим с этой же стороны и обратно. Вот два раза я делаю, как бы мне достаточно, и затягиваем с двух сторон за два конца нити, тянем, делаем утяжку такую, как, смотрите, сами регулируйте, как вам нужно утянуть, ну, чтобы утяжка была хотя бы минимальная. Ну, вот у меня получилось, меня устраивает, значит, я эту ниточку завязываю с этой стороны, с обратной на утяжке, обрезаю и прячу. Все, здесь мы обрезаем, все, берем крючок и прячем сюда. Вот, да, когда колесо довязываете, все ниточки обрезайте и прячьте, потому что пришивать мы будем другой нитью, она нам не понадобится. Так вот, и все же самое я еще сделаю с этим колесом. Вот, сейчас свяжем с вами деталь, которая идет над колесом. Вот так вот она его огибает. Не знаю, как правильно она называется. Нам нужно связать их такие четыре. У меня они уже, конечно же, все готовы. Вот здесь схемка написана. Набираем 30 воздушных петель плюс 1 воздушная петля подъема и провязываем 11 рядов по 30 столбиков без накида и в конце каждого ряда не забываем про воздушную петлю. Ниточку оставляем длинную в конце, чтобы все привязать, пришить точнее. Потом нам было удобно. Четыре такие детальки. Вот здесь схемка. Глазки как вяжутся. Давайте разберем теперь. Вот, я уже их связала. Я набираю 3 воздушные петли плюс 1 воздушная петля подъема. Далее вяжу 2 столбика без накида, 3 столбика без накида в одну петлю, делаю прибавку такую. 1 столбик без накида, 2 столбика без накида в одну петлю. Второй ряд. Прибавка, столбик без накида, 3 прибавки, 1 столбик без накида, 2 прибавки. Третий ряд. Столбик без накида, прибавка, столбик без накида. и далее повторяем три раза столбик без накида прибавка чередуем столбик без накида делаем столбик без накида прибавку тоже два раза и соединительный столбик ниточку обрезаем оставляем только чтобы пришить нос как вяжется дальше у нас идет значит берем серую ниточку набираем 3 воздушные петли плюс воздушная петля подъема 2 столбика без накида 1 ряд идет 3 столбика без накида в одну петлю столбик без накида 2 2 столбика без накида в одну петлю 2 ряд прибавка столбик без накида 3 прибавки столбик без накида 2 прибавки и 3 ряд просто 14 столбиков без накида он должен быть у нас такой мы потом его еще будем наполнять когда пришивать немножечко будет так выступать у нас сейчас будем вязать с вами зеркала либо ушки для этого нам понадобится голубая и серая нить будем вязать по 4 детальки нам нужно будет 2 серых и 2 голубых давайте начнем я уже вот одна связала и серую связал сейчас все вам расскажу сначала вяжем мы серые детали серые детали вяжутся о немножко не так отметила сейчас с 1 вот здесь по 3 с 1 по 3 ряд вяжутся 2 серые детальки а уже с 1 по 6 идет уже голубая вот делаем кольцо амигуруми вязать мы будем поворотными рядами у меня это голубая деталь но вы сначала вы все жить а серую возьмите берем кольцо амигуруми делаем 6 столбиков без накида набираем набрали 6 столбиков без накида воздушная петля и разворачиваемся кончик этот стараемся спрятать сюда же и делаем прибавки 6 прибавок следующий ряд у нас идет все то же самое как в кольце только просто что не по кругу мы разворачиваемся будем вязать поворотными рядами второй ряд делаем 6 прибавок должно получиться в конце 12 столбиков без накида 2 ряд довязываем 11 12 почему-то на камеру всегда когда вижу у меня что-то да не получается вот поэт почему я и не люблю все эти мастер-классы делать это там нужно подробно все рассказывать и вязать на камеру не проще вот так вот написать на листочек ну а вы уже там сами разберетесь вот значит сделали 12 прибавок воздушная петля и вяжем столбик без накида прибавка и так делаем 6 раз столбик без накида прибавка и если это серая часть то в конце мы ниточку просто обрезаем это последний ряд у нас будет нашей серой части и обрезаем точно так они вяжутся одинаково провязываем сейчас до конца потом уже дальше выбрать провяжите сами два ряда я тоже я вам покажу что нужно будет делать дальше как мы будем все это присоединять последние петельки все если это серая часть просто здесь еще делаем такую соединительную ниточку вытягиваем и обрезаем две серые части закончились но если это нас голубая часть вяжем дальше делаем воздушную петлю разворачиваемся и провязываем по 18 столбиков без накида еще два ряда провязывайте и потом дальше уже встретимся довязали пятый ряд мы сделали воздушную петлю и сейчас будем называть серую часть вместе провязывать вставляем 18 столбиков будет он сейчас вставляем в серую и в голубую провязываем их вместе все 18 столбиков делаем до конца ряда вот связали мы 18 столбиков без накида вместе эти две детали кармашек у нас такой получился сейчас будем здесь закрывать в предыдущих игрушках я вязала наполняла ушки эти но сейчас я что-то связала и мне без наполнителя тоже они понравились так что я оставила так то что смотрите можете наполнить можете нет здесь связываем тоже столбиками без накида смотрите как у вас там будет получаться сколько столбиков петелька в петельку там между ряде это все чтобы было главное чтобы в конце у вас было на двух деталях одинаковое количество столбиков без накида что потому что будет проще тогда пришивать эти детальки к кабине у меня пока три столбика без накида сейчас 4 середина у меня идет столбик 4 столбик сейчас 5 6 7 7 и и наверное 8 будет вот сюда провяжем можно оставить 7 но мне не нравится здесь что-то сейчас провяжу меня будет 8 столбиков и все здесь можно ниточку уже обрезать вот такие ушки у нас получились ниточку оставляем по длине чтобы было удобно потом пришить довязываем нашу красную часть игрушки это прицеп что нам нужно получается здесь вот эту часть красную мы должны провязать 48 рядов далее провязали нить отрезали достаточно большую потому что мы сейчас будем делать загиб и пришивать его вот таким образом чтобы у нас был такой вот отворотик зафиксированный этот загиб как я провязываю я беру использованный стержень не нашла пока использована сейчас просто он для образца покажу его я использовать не буду потому что я боюсь может потеть обязательно использованный беру и вставляю вот сюда для того чтобы было как-то у нас более менее зафиксировано все сейчас стержня нет я наверное буду плотный картон резать и вставлять несколько слоев чтобы у нас было хоть какая-то фиксация и уже отворот вы уже смотрите сами сколько он у вас будет составлять можете больше его сделать можете меньше рядов у меня я провязываю получается шесть шесть рядов я пропускаю и уже следующий я буду провязывать и фиксировать вот шесть получается 246 и уже вот между шестым и седьмым я вставляю иголочку и фиксирую в каждую между каждой петельки стараюсь и здесь тоже зашиваю с этой стороны все провязывайте дальше расскажу что будем делать я вот до сшиваю уже отворот что я придумала у меня есть цитрать я просто вырезала две полосочки сложила их пополам и ставила сюда для того чтобы было хотя бы хоть какая-то фиксация они просто он был такой мягкий и бесформенный вот сейчас осталось зашить вот так она смотрится если вам видно зашиваем до конца отверстия теперь нам нужно провязать очень такой бортик сделать как сверху мы сделали здесь по периметру для этого присоединяем ниточку и вяжем столбики без накида еще хочу вам показать кое-что вот здесь вот на стыках где мы сшивали две части в крайние петельки провязываем по два столбика без накида в одну петлю в крайние которые идут на пересечении остальные идут по одному вот здесь получается должно быть два столбика без накида и здесь с двух сторон здесь я уже провязала бортик я провязала три ряда получается у меня высоту здесь сейчас пришиваем все это дело вот я отрезала такие две полосочки сложивая их пополам вставляю сюда и сейчас буду зашивать если вы вдруг придумаете что-то другое напишите пожалуйста в комментариях мне будет полезно это знать также я сейчас буду прятать все кончики кончики прячу вот в эту серую часть что я уже сделала я провязала уже бортик сделала до конца спрятала все кончики которые у меня здесь были и оформила немножечко уже нашу кабину глазки пришила и отступила четыре ряда сверху пришила глазки и у меня осталось после глазок пять рядов четыре сверху пять после в этом промежутке пришиваем носик захватываем один-два ряда белого и синюю часть посередине как у вас получится рот тоже самое как вам нравится какая улыбочка ушки ушки я отступила 6 рядов сверху и четыре ряда слева вот ли лицевой части здесь тоже самое шесть сверху и четыре сюда всего я пришила на 8 рядов она у меня идет пришита ушка так и здесь уже начала брови наши одно провязала вот здесь быстренько набросала вам как у нас идет бровь первый ряд 14 два ряда по 13 один ряд 6 столбиков без накида значит вот это у нас правая бровь начинаю вязать ее с правой стороны вот у меня расположен вот так и начинаю вот здесь первый столбик и 14 в эту сторону левую бровь мы вяжем я переворачиваю грузовичок наш беру ниточку и вставляю покажу вам куда так здесь немножко нужно расправить уголочек для начала чтобы было удобно сейчас вам покажу вставляем вот здесь вот в первый ряд где мы с вами пришивали в синюю часть самой первой вот вставляем крючок я взяла поменьше чтобы было удобно делаем протягиваем ниточку провязываю один столбик и воздушную петельку делаю и рядышком сюда вставляю и вывожу крючок провязываю столбик без накида сюда же откуда только что вывела вставляю и соседней вот смотрите аккуратно чтобы не вы не вылазил вас наполнитель вот сюда это у меня был один час второй столбик без накида всего должно получиться таких 14 то есть делим пополам но неважно может быть у вас меньше получится либо больше на поровну чтобы было с двух сторон одинаково примерно чтобы не так бросалось глаза все провязывайте дальше потом встретимся я вам покажу что у меня получилось пришиваем колеса как я их пришиваю значит я беру вот здесь покажу с этой стороны уже начала поправляю здесь уголочек отсчитываю 10 петелек и десятую вот считаю получается это у меня сейчас это 10 9 8 7 6 5 4 3 2 вот один вот с первой отсчитываю 10 и в десятую вот начало от этого в 10 вставляю уже иголочку с ниткой начинаю пришивать колесо колесо я пришиваю на 8 вот этих дырочек 1 2 3 4 5 6 7 и 8 еще одна осталась и все здесь с этой стороны тоже самое отсчитываем 10 петелек и с 10 начинаем на 8 пришивать здесь я уже пришила и сверху сверху я тоже здесь еще фиксирую вот где-то один раза где-то два раза все машинка готова все пришили пришила я колеса все пришила все голубые части пришиваю их вдоль колеса по серой части и на самом колесе еще прошиваю фиксирую красную часть вот эту я еще тоже пришиваю к кабине квадратиком здесь таким небольшим в каждую петелечку чтобы была фиксация чтобы держался наш кузов ну и все в принципе вот такая машинка у нас получилось